калининградский зоопарк можно найти по забавному ориентиру на самом деле нет зоопарк виден издалека один из самых крупных и самых старых зоопарков в россии очень красивый построен еще при кёнигсберге выглядит как отель плюс спа для животных хотя переживая самоизоляцию начинаешь понимать каково он там сидится медведи орлы и обезьяны это еще ладно но вот жирафы пеликаны бегемоты фламинго я вообще никогда не надеялась увидеть в живую можно даже наблюдать как в инкубаторе вылупляются и растут птенцы и и и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Кальянные тут есть После войны нельзя было просто так взять и оставить Кёнигсбергу старое название Его надо было переименовать Но как? Никто не знал Проблему решила революционера всенародной староста Михаил Калинин Скончавшийся в 1946 году Никого, правда, не смутило, что на тот момент Калининград уже имелся на северо-востоке Москвы Но не беда, подмосковные потом еще раз переименовали в Королев Местные все равно в разговоре кратко называют свой город Кёник Кстати, в названиях сайтов здешних организаций можно часто увидеть число 39 Это просто какая-то мистика Это просто код региона В Калининграде постоянно проводятся молодежные и не очень мероприятия, праздники Можно даже взять интервью у звезд первой величины В Калининграде постоянно проводятся молодежные и не очень мероприятия Советов, разгражающие самих калининградцев и немного меня Популярностью он пользуется разве что у парочек, пробирающихся на крышу поднимать демографию Очень похож на Тетрис На тот момент проводили раскопки стен Королевского замка Практически на котором и стоит дом Советов Но не прямо на нем, а чуть-чуть около него Здесь планируют открыть смотровую площадку, кафе и музей В интернете я нашла экскурсию с дополненной реальностью Королевский замок восстановлен Где можно походить вокруг замка в очках виртуальной реальности и послушать аудиогид Калининград не оставит голодным никого Здесь есть сеть очень приличных и по деньгам приемлемых заведений Которые советуют все И в интернетах, и Иван, и наша хозяюшка с Airbnb Кстати, если вдруг вы еще там не зарегистрированы В описании к этому ролику будет реферальная ссылка на регистрацию Пройдя по которой, вы получите бонус на первое бронирование А я после вашей поездки тоже что-нибудь получу Если вы зарегистрируетесь со стартовой страницы, никто из нас ничего не получит Потом вы также сможете передавать ссылки своим родным и друзьям Даже если вы пока никуда не собираетесь На этом сайте стоит посмотреть, почем сдается жилье во всем мире А еще там есть интересные и совсем не пыльные вакансии Итак, название тех самых ресторанов Базилик и чеснок Но в них мы не были, а были мы в Британике и в Хмеле Или во Хмелю Адреса в описании В Британике обязательно закажите строганину из Пеламиды Это то, что вы просто обязаны здесь попробовать И передать привет Нелле, которая помогла нам понять, как это надо есть Если что, позовите ее на помощь И вы не поверите, но в Калининграде не прижился Макдональдс Потому что здесь есть Кёнигсбейкер Сеть булочных, которые буквально решают проблему с едой Они есть везде В них самих можно посидеть перекусить А вечером после 20.00 у них большие скидки, чтобы распродать товар И завтра предложить только свежую выпечку Так повезло и нам Буквально минуту от нашего подъезда был Кёнигсбейкер И вечером, возвращаясь домой Мы брали несколько булок рублей на 200 И нам их еще и на обед следующий хватало Но главное, что они очень вкусные В общем, запоминайте Здесь есть рестораны Есть Кёнигсбейкер А есть столовка Столовка на Ленинском Вот это вот все, что вы видите на фото на двоих Было что-то в районе 300 рублей И, внимание, приготовлено все было просто идеально В Калининграде практически невозможно остаться голодным Каналами с чистыми, ухоженными лужайками На которых люди буквально лежат А какой там потрясающий закат Ранее здесь был район Кнайпхоф Но сейчас из постройку целел только собор В котором, кстати, похоронен Эммануил Кант Наверняка вы знаете о нем только то, что он никогда не покидал Калининград Но, ребята, это вообще не то, что вы должны о нем знать Кант был вообще седым вишусом своего времени Вот несколько постулатов для начала его естественно-научной деятельности Солнечная система возникла из большого первоначального в общем взрыва Второе Природа имеет свою историю во времени И находится в постоянном изменении и развитии И, наконец, третье Все живое на Земле, в том числе и человек Результат естественной биологической эволюции Вы скажете, Таня, что ты мелешь? Это же и ежику понятно Ребята, это был 18 век У церкви и науки в тот момент был жесткий махач по поводу того, кто прав больше Вуаля, и Кант для вас теперь бунтарь и первооткрыватель А вот еще кое-что из философии Канта Человек должен относиться к другому человеку только как к цели, а не как к средству И должен действовать так, чтобы его поступки были образцом для всех Вспомните это в следующий раз, когда будете *** при ваших детях А если и этого мало, девиз просвещения «Имей мужество пользоваться собственным умом» Подарил нам именно он, Эммануил Кант Уважаемый был человек, а бы кого в городском кафедральном соборе не похоронили бы Для ценителей здесь проводятся концерты органной музыки А еще здесь, на острове Канты, есть причал Именно рядом с которым в воде чаще всего находят трупы утопленников Вот здесь А вот напротив того самого места, где находят трупы Стартует просто обалденная экскурсия Вы проплывете по музею мирового океана По воде Но посетить его было бы очень круто Тем более, что все эти судна Можно облазить вдоль и поперек Если вы отчаянный любитель кораблей И хотите не пропустить ни один экспонат У вас может на это уйти сутки А то и двое Имейте это в виду Кораблей там столько, что я даже сбилась со счета Но с помощью сайта музея Можно хотя бы морально подготовиться к посещению Ссылка будет в описании Корпус шар, к сожалению, был на реконструкции Но к этому моменту уже полностью готов И выглядит это космически И снова о трупах Ой, да ладно! Тех, кто вырос на сериалах типа Улицы разбитых фонари Вообще не должны смущать такие находки И последняя моя любимая шутка Американского стендапера Билла Бейли Не доверяю я этим утренним бегунам Именно они всегда первыми находят трупы Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Заканчивается прогулка на катере тоже Весьма Вы приплываете в рыбную деревню Я считаю, что в Калининграде по приезду Это, наверное, первое, с чего надо начать С этой прогулки на катере Потому что она очень атмосферная И она действительно дает понять, куда бежать в первую очередь, куда во вторую Ну, конечно, если было бы времени побольше Можно было бы, очень классно было бы посетить концерт органной музыки Но там тоже по расписанию надо смотреть Рыбная деревня – это новый городской квартал, стилизованный под старину Здесь располагаются отели и рестораны Строится он в несколько очередей с 2006 года Синагога на бывшей Линденштрассе, а ныне улица Октябрьской Восстановлена на 80-летие с даты начала Холокоста Хрустальной ночи с 9 на 10 ноября 1938 года В ту ночь насысты по всей Германии били стекла И громили все, что имело хоть какое-то отношение к евреям Новые либеральные синагоги Кёнигсберга, на месте которой и возродился храм Вообще знатно досталось Сначала в ней выбили все стекла, потом подожгли, а в конце еще взорвали руины Если стоять на Медовом мосту, то можно сделать просто обалденный панорамный снимок Калининград в принципе-то город небольшой, а тут достаточно многие достопримечательности у вас попадут в один кадр Какой из 15 фортов Калининграда посетить первым? Наш гид Иван оценивает на 5 звездочек форт номер 11 Дэнхофф, прекрасно сохранившийся в своем первозданном виде Но это не он Это форт номер 5, наиболее сильно пострадавший во время войны, так как находился в зоне эвакуации из Кёнигсберга Из-за него шли страшные бои В дополнение к этому форт разрушается землетрясениями В сентябре 2004, например, было четырехбальное Это сейчас форт симпатично зарос деревьями, но ранее на многие километры не было даже травы, чтобы враг не смог по ней подползти До сих пор здесь периодически откапывают братские могилы, уложенные в несколько слоев Находятся они случайно, например, во время прокладки дорожного полотна От Ивана мы узнали, что в Германии есть организация, которая такие вот свеженайденные останки забирает и вывозит туда, чтобы придать их земле Генерал Отто фон Ляш руководил крепостью до последнего, пока в его подчинении не осталось других солдат, кроме стариков и детей В итоге он решил спасти бедолагам жизни и сдался 8 апреля 1945 года Под гарантией своей безопасности и генеральской неприкосновенности Гитлер за это возненавидел Ляша больше всех вместе взятых евреев Приказал расстрелять его и арестовать всю его семью Но через месяц Берлин пал, фон Ляша и вся его семья остались в живых Но все-таки какое-то время в лагерях он провел в Казахстане Написал мемуары и умер от старости в 1972-м В конце войны в Кёнигсберге было 100 тысяч немецкого населения И считается, что это полностью заслуга Ляша, потому что если бы не он, если бы он не сдался, то, скорее всего, не осталось бы там никого Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, рвы вокруг таких крепостей частенько очень сильно минировались В последний раз чистка подобного рва, но только возле музея Янтаря Проводилось в 2006 году Ссылка на видео будет в описании Мероприятие превратилось просто в фаер-шоу Здесь одна старинный орден с Орлом На месте выкупил коллекционер за 20 тысяч рублей Один из самых пафосных районов в Калининграде Амалийнау Он получил название от дворянской усадьбы И бурно развивался в 20-е годы прошлого века В качестве района вилл богатых жителей Кёнигсберга В этих домах уже в начале 20-го века имелись электричество, вода, газ и канализация Проехав через Амалийнау, можно попасть в Юдитонкирху Старейшая из уцелевших построек в Калининграде Первое упоминание о ней датировано 1288 годом Более 700 лет назад Место довольно известное, но не отдающее вообще никакой помпезностью Значится как место силы Калининградской области Можно скептически к этому относиться Но находящаяся здесь очень долгое время чудотворная скульптура Мадонна на полумесяца привлекала толпы паломников А такое длительное поступательное накопление энергии не могло пройти бесследно Так что любителям и практикам эзотерики обязательно к посещению Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...